Сегодня мы вернулись в Новотуну. Вернее, мы вернулись вчера вечером, и Валик сегодня готов и завтрак. А у меня есть овощи, вот это блинчики с колбасом, а вот это национально какие-то штучки свечи. Две большие спортшки уже проехали, вот третья, смотрите. Но это маленькая, а то они прям такие гиганты. Привет, класс! Мы решили сделать вечер с морепродуктами у себя дома. Купили килограмм приветок, Валик говорит, давай их просто свалим. А я говорю, нет, надо их почистить и потушить соусом, приготовить соусом. Еще у нас будет стейк из Турца. Так что, ребята, приходите, будем вас угощать. Витя, спасибо за вкуснятину. Валденно. Так, а что у нас тут? У нас тут креветки в кокосовом соусе, овощи на кокосовом масле. И туну, которой уже нет. Которую все съели за пять минут. И еще у нас фрукты. Ребята, всем привет. У нас уже, сколько времени? Десять, уже начало одиннадцатого ночи. И завтра Валик уже последний день улетает. И мы решили все-таки сделать обзор фруктов, но не сколько стоят, а какие они на вкус. И мы купили несколько разных фруктов. У меня здесь манго. Это, как называют, драгонфрукт. Потом вот это, как называется Валик? Ну это же маракуйя. Маракуйя. Я забываю просто. Это мы называем чили, но вообще это называется по-другому. Чамбу. Чамбу. В общем, это на дереве растет. Потом какая-то типа мягкой картошки. Вот видите, как выглядит. Будем тоже открывать, пробовать. Это у нас называется карамболь. Еще я хочу вам показать два вида бананов. Это все маленькие бананы, но они отличаются. Вот это где сливочные бананы, а вот это лимонные бананы. И они по вкусу разные. И за две недели мы с Валиком Неразе не ели папайя. И вот сегодня наконец-то мы купили папайю и будем ее тоже показывать. Итак, с чего начнем? Драгонфрукт? Драгонфрукт. Он не растет уже здесь, скажем? По-моему, он растет на Шри-Ланке, но в какой-то определенный период. То есть вот сейчас его просто привезли с другой страны. Вот так он выглядит. Кушается он ложкой. Валик пошел за ложкой. Сейчас буду вам говорить про его вкус. Я уже пробовала такой драгонфрукт, но я пробовала такой, который красненький внутри, а белый не пробовала. По моим ощущениям он похож на киви. Спелый. Сладкий. Чуть-чуть сладкий. Практически не кислый. Практически без кислинки. Вот эта штука, она как каша наложена. Даже она не имеет каких-то перепонок. Ничего такого не имеет. И очень водянистая. Сок аж льется. Да, даем потом. Как недозревшая дыня. По вкусу Валику, как недозревшая дыня. А по мне, какой-то привкус лука у меня есть. Такой послевкусие лук. Ну, как бы можно есть, но стоит 600 рупий. Да? 600 это да? Ой, господи. Окей, good night. Good night. Good night. Короче, дорогой, 600 рупий стоит. За одну штучку тысячу отдал. А, одна штучка тысяча, это 140 грн. Четыре с половиной тысячи за килограмм. Четыре с половиной за килограмм. Так, идем дальше. Чили. О, блин. Личи. Растить на дереве на Шри-Ланке не имеет особой ценности. На вкус... Держи Валик. Хватит там есть. Давай переходи на следующее. На вкус как кислое яблоко, но они еще зеленые. Я в прошлый раз ела их. Они такие чуть-чуть сладко-кисловатые. Как сочные-сочные-сочные яблоки. Сейчас они еще зеленые. Их уже продают. Но ценности... Такое. Трава. Трава мурава. Дальше. Маракуйя. Я маракуйю не люблю, потому что даже когда она очень-очень спелая, она кислая. Как определить спелую маракуйю? Спелая маракуйя должна быть высушенная вот эта вот оболочка. Она прямо высыхает и такая сморчивается. Вот это спелая маракуйя. Вот так она выглядит внутри. Аромат просто потрясающий. Пахнет. Обалдеть. Подержи. Но с нее классно делать коктейли в мороженое, куда угодно. Просто она обалденно пахнет. Но она сама по себе такая кисленькая. Не сладкая, а просто кисленькая. Это сладковатая. Сладковатая, да. Это чуть-чуть сладковатая даже. Вчера мне попалась прям кисло-кисло. Я попробовала и даже не стала есть. Вот такие косточки здесь. Смотрите, ребята. Вот такие косточки. Я прям с косточками жую. Очистить косточку от этой оболочки практически, наверное, невозможно. Прикольно. Вкусно. Сегодня маракуйя зачет. Дальше. Карамболь. Некоторые думают, что это овощ, а некоторые думают, это фрукт. И тот и тот будет прав, потому что когда карамболь зеленый, он не сладкий. И его можно добавлять в любой салат. Он придает такую свежесть. Он хрустит. Он очень красивый. Да. Я думаю, что многие из вас видели, как он выглядит. Вот так очень красиво выглядит. Пахнет просто свежей травкой. Сладкий, не сладкий? Ксения, никакой не вкусный. Что против? Ммм. Мне карамболь нравится. Он немножко с кислиночкой. Вот немножечко. Вроде бы как похож на огурчик, но у нас огурчики не кислые. А карамболь немножко с кислинкой. И поэтому мне вообще он нравится. Ты помнишь, что на карамболе? Да они даром по одному дают. Но даром не дают. Даром не дают. Ну, цена там районе что-то 200 рублей килограмм. Что такое? Короче, я карамболь люблю. Дальше. Какая-то картошка. Честно, я ем первый раз. Сейчас будем с вами вместе открывать. Пополам резать? Да, режешь пополам. Посмотреть, что внутри. Вот так вот внутри выглядит. Чемечки какие-то? Главное вкус. Чем пахнет? Картошкой пахнет. Серьезно? Ну, такой. Ну, фруктом не пахнет. Ммм. Очень сладкая. Похоже на грушу. Вообще прям груша. Консистенция как сладкая, сочная груша. Но груша не пахнет. Пахнет просто как сырое, что-то сырое. Мне даже на картошку пахнет. Но вкус тупо как груша. Угу. По вкусу один-один как груша. Просто сладкая, сочная, классная груша. Так что если на шри-ланке не растут груши, то растут вот эти штуки. Окей. Идем дальше. Манго. Мы выбирали манго. Валик выбирал, но я его уже научила выбирать. Манго должен быть мягкий. И вот когда манго мягенький, тогда это спелый манго. Вы видели в прошлом году, когда я ездила в Канзанию, я ела манго с шкуркой. Слушайте, это не критично. Манго можно есть и шкурку, это просто клетчатка. Можно не есть и шкурку. Это никто не заставляет, никто. Режем? Да, режем все. Все режем манго. Вот такой спелый-спелый, очень ароматный, очень сладкий. Класс. Но он на авокадо, потому что он такой прям крахмалисто-маслянистый. Валику кажется крахмалисто-маслянистый. Он крахмалистый, когда он немножко зеленоватый. Когда он уже очень спелый, крахмала нет. Но по поводу маслянистости, не знаю, манго очень сладкий. Его даже не тушу с сахаром, его не надо сахар добавлять, потому что он сам по себе невероятно сладкий. Спелый манго, очень сладкий, очень насыщенный, яркий вкус. А вкус самой шкурки похож на такую, на хвою, да? Вот это в шкурках водит. Да, да. И мой любимый папайя. Боже, наконец-то я дошла на папайя. Но она спелая? Да, это спелая папайя, желтая спелая папайя. Они бывают и маленькие, и большие, но я хотела именно большую, потому что большой, очень красивые внутри семечки. Сейчас я вам покажу. Папайя похожа по форме на нашу дыню, но на вкус это вообще не дыня. И папайя здесь растет на дереве. Вот такие вот семечки, смотрите, вот такие, видите? Ну, семечки могут быть еще темные здесь, какие-то светлые. Немножко светловатые семечки. Их можно ложкой просто убрать, 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 убрать. Ложкой вот так вышкребсти. Так что папайя это ягода. Это не овощ, это ягода, которая растет на дереве. Мне папайя нравится тем, что в отличие от некоторых других фруктов на Шри-Ланке, она имеет такой нейтральный PH, по моим ощущениям, я не читала об этом. Она не очень, она достаточно сладкая, и она не кислая. Ее можно съесть много, в отличие, например, от ананаса. Если вы начнете кушать ананас, какой бы спелый и сладкий он ни был, все равно во рту вот этот, он очень кислый, вот эта кислота, она прям разъедает все. Язык начинает печь, губы начинают печь. А папайя она не печет. Вы ее едите, едите, и все, и все, и классно. Поехали. Класс, папайя, огонь. Сочная? Очень сочная, очень классная. Папайя стоит от 200 до 240 рублей здесь, на юге. Думаю, что в центре острова она вообще не растет, потому что это южное дерево. В центре острова гористая местность, и там прохладно. Там растет наша клубника, голубика, черника, там хвойные леса, грибы. В общем, я вообще удивлена, от Шри-Ланки просто в восторге. Тебе отрезать? Я этот съем. Это мой. Он не сильно толстый. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Все, ребят, и последний обзор, это бананчики. Еще раз повторюсь, что есть вот такие вот толстенькие бананчики, это сливочные бананчики. Сейчас они стоят по 200 рублей, мне они не очень нравятся, а очень-очень-очень мне нравятся лимонные. Они как будто бы такие же самые маленькие, но они такие чуть-чуть вытянутые. И они чуть-чуть уже вытянутые, и они прям такие, они очень сочные, и они кисленькие такие, вкусные, ну классные. И у них внутри, давайте я вам покажу, внутри у них есть зернышки. Сейчас покажу внутренности, чтобы сравнить. Вот лимонный банан и сливочный. Лимонный даже сам по себе более такой сочный. Вот смотрите, какой он внутри, видите, с зернышками. И вот сливочный, без зернышек и более сухой. Они даже по цвету разные. По цвету разные, да, мне очень нравятся лимоны прям. И он в раздешевле, он 100 рублей сейчас стоит. Сейчас пленом петель. Если вам понравился обзор, ставьте лайки и приезжайте на Шлянку. Здесь еще мы не попробовали, не показали вам саусе, сахарное яблоко, маракуйя. Ты добавишь пока? Может я потом добавлю, но очень много таких ягод, которых мы вообще никогда не встречали, возможно даже не встретим. Это снять. Пардон. Изначально пахла штука бравой. Валик ее кинула пол. Она должна была разбиться, но она и разбилась. Это было легче кинуть, чтобы он внутри просто отстал. Да, но она прям разбилась. Валик не рассчитал немного силы. Надо тренироваться. Годы тренировок. Мне изначально закрытое пахло брашкой. Сейчас я открыла, это как будто варенье какое-то. Какой-то джем, сливовый джем, хорошо переваренный. Валику пахнет шоколадом. Но я допускаю, что там в этом джеме есть пол-ложки какао, но мне шоколадом не пахнет. Сейчас я попробую. Пробую эту штуку, не знаю как называется, но спрошу у кого-то и напишу в видео. Такое с семечками разноцветное. Видите, темно-коричневое есть. Где тут камера? Это очень густое, как варенье. Абсолютно не сладкое. Ну как абсолютно, может оно чуть-чуть сладкое, но оно очень кислое. Ой, ну подожди, не открывай. Вот такие семечки здесь. Ну я даже не знаю, с чем его есть. Я видел, я покупал, типа, сок напиток с этой штукой. Я прям узнал ее. Его можно реально просто с водой разбавлять, и будет просто вкусный джуз. А если сахарку добавить, то еще будет сладко. Да? Класс. Хорошо, давай дальше. Дальше Валик охотился за этим продуктом. Сколько? Три дня? Три дня. Три дня везде ездил, везде узнавал. В итоге поехал на какую-то ферму в соседнее село, в Матер, 20 километров. И что? Называется Паламада. Паламада называется? Паламада. Или Паламада. Рассказывай, как оно растет? Что это? Они мне просто вынесли, но я так понял. Это когда кокос долго лежит на земле, он начинает всыпать и прорастать. Это плоды старого кокоса или это новый корнеплод, который отходит от старого кокоса? Но он еще внутри кокоса. А, и вот этот старый кокос, который прорастает, его разбивают и там вот этот корнеплод находится. Пробуем. Блин, какой вкусный. Он очень легкий, как бата. Но ты его кушаешь и внутри в этой бате есть такие маленькие-маленькие ячейки с напитком, с водой, с кокосовой водой. Но эта кокосовая вода, она прям сладкая. Если вы пьете кокос, он сладкий, но не настолько, а вот здесь прям очень сладкая и хрустит. Ну, я не могу сказать, что это... Похоже на сахарный тростник. Ну, тростник прям совсем-совсем сладкий. Ну, оно такое, сочно-рыхло-сладкое. Да, сочно-рыхло-сладкое. Вот такое вот. Оно как бы вроде не течет, но когда вы кусаете, оно сочное. Даже руки мокрые. Дальше я пробовала эту штуку у Нози. Они с нее делают джус, добавляют ее в джус. Она такая... Какое-то, будто сосновое масло такое. И, как по мне, ну вот оно пахнет еловым, да, с чем-то таким, бихтовым. Ну, пахнет, пахнет. Я прям сюда слышу. И вот эта липкая штука, она похожа на... Как вишневый клей, когда весной на лишних клеях есть. И вот оно похоже на этот вишневый клей. Оно немножко сладковатое, но и вот этот вишневый клей, он горьковатый. И это такой смешанный вкус. Хорошо в коктейле, но, мне кажется, так и есть. Ну, такое себе. Горьковатый. Но сладкий. И много не съедите. Вот такой... Липкий вот эта штука, она липкая. Ну, короче, попробовать стоит, чтобы знать. Но это для коктейлей. Это не... Ну, так то есть его... Ничего. Сегодня... Давай кокос. Ты хочешь кокос пить? Есть два вида кокосов здесь на Шри-Ланке. Зеленые и желтые. Зеленые, они всегда большие, такие более как будто бы большие. Но это именно сон. Он никогда не пожелтеет. Он с возраста может покраснеть или чуть-чуть коричневому стать. В этом зеленом кокосе, как и желтом, собственно, внутри нарастает вот эта кокосовая стружка. Но сама вода кокосовая в зеленом кокосе, она не такая вкусная, не такая сладкая, как в желтом кокосе. Они и те, и те растут. Но еще разница в том, что зеленый кокос, он толщина стенок более большая, чем в желтом. В желтом кокосе толщина стенок меньше. Из-за этого, когда смотрите, вроде бы желтый маленький, а зеленый большой. Но в зеленом будет меньше кокосовой воды, чем в желтом. Поэтому важно правильно выбирать. Вообще, есть исследование, что кокосовая вода не равнится к человеческому PH. И очень хорошо восстанавливает водный баланс в организме человека. Поэтому, если у вас есть возможность каждый день пить кокосы, пейте их каждый день. Потому что это прям ваша новая ДНК, которая проникает в ваш организм. И когда кокос молодой, внутри кокоса, где его кокоса, почти ничего не нарастает. Тут кокосовая мякоть не нарастает. Но чем кокос старше, тем больше мякоть внутри. И в конце его можно разрезать, и мякоть просто выколоться и скушать. И она, кстати, очень питательная, очень жиренькая такая, очень вкусная. Вот так кокос выделить. Я ему уже пошкрябала трубочку. И можно теперь ложкой. Копинку к обзорам фруктов. Есть вот такой фрукт. Называется... Боже... Шеланкийское яблоко, как мне сказали. Но я еще переспрошу. Вот я уже половинку тут надъела. Внутри круглая косточка. Это просто был надрез, поэтому почернела. Вообще она вот такого белого цвета. Вот такой вот листик. Я так понимаю, что он на дереве висит. И оно такое, как бархатистое немножко. Были разного цвета. Зеленого, красного. И вот они такие чуть-чуть коричневатые. И вот я отрезала себе кусочек. Сейчас я еще раз на камеру попробую и скажу, какой вкус. Оно немножко терпковатое. Я допускаю, что терпкое, возможно, недозрелое. Но хотя оно сладкое. Кислинки очень мало. Оно прям сладкое и очень похоже на жвачку. На такую жвачку, как лавис. Вот такую сладкую, немятную. Вот именно сладкая жвачка. И вроде бы оно кусается, как каша. Вот съедается, как каша. Но сама вот эта вот мякоть, она такая мясистая. Она даже между зубами застреет. И такая жуется, жуется. Вот реально очень-очень-очень похоже на жвачку. Я даже допускаю, что вот на фоне вот этого вкуса и вот этого консистенции этого яблока делают жвачки. За одну штучку я отдала 100 рупий. Ну, возможно, это просто мне так посчитали. Возможно, дешевле. А возможно, так и стоит. Наше жилье находится на первом этаже. И мы прям в джунингелях. Здесь все темно. А обезьяны прыгают наверху. Сейчас взяли бананчики. Идем их кормить. Ой, как тут прикольно. Смотрите. Целый город. На дырм этаже только три комнаты. Четыре помещаются. А здесь много. Может, они уже не голодные. Их покормили. На дерево. На. На. Хотим прикормить бананчиком. Может, у нас не получается. Видели мы его. Знаем. Да? Пойдемте ниже находят. Слушай, да. Здесь реально хорошо сушить что угодно. Я переживала, что негде белье сушить. Я сушила. 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 Ну что, ребята. Бананы будете? Эй. На. Эй. Кому говорю эй. папина vagкнили. На, 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 на. На, на. Посмотрел и отворачивает OA. Спускайся. Эй. Пришел за моим бананчиком. И убежал. На. На еще. Но они берут с рук Они присматриваются Как интересно кушает Очищает, прям шкурку не ест Молодец Никому не дает Но ты же большой, он типа альфа Следующий идет, второй спускается А первый не дает ему смуститься Валик сидит на стороже У самого банан в зубах И другому не дает взять Это какие-то другие В горах маленькие и коричневые Это прям другой вид Валик оставил бананчик Смотри, как он может Тот, который сейчас будет прыгать И убежал Спасибо, скажите Боятся Ну ладно Карапузы Поняли? Так что на Шри-Ланке Валам Авезьян Валам Последняя водичка для Валика В смысле, последний раз на пляже Вечером Валам 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 Валам